Всем привет! Меня зовут Лиза, и я уехала в Казахстан. У наших друзей есть машина, и в одну ночь они просто предложили нам поехали вместе, мы такие, а почему бы и нет. Мы все бросили, бросили мой ремонт, который я планировала, который я уже вложила денег, бросили все записи моих треков, допишу здесь. Мы собрали вещи буквально за три часа, легли спать, потому что оставалось 5-6 часов, и в 7 утра уже вышли из дома. Проблема была в том, что я забыла сделать финальную справку для своего животного. Да, я поехала с котом, у меня котенок, кошка, девочка. Я увидела у Алисы, у своей знакомой, в истории, буквально в эту же ночь пост о том, что вот что вам нужно для того, чтобы вывезти животное. За неделю или за две до этого я начала готовиться. Я готовила справки, я сделала ей прививки две от бешенства, от папиловируса, короче, от всех вирусов. Поставила ей чип под холку, и в общем я готовилась на самом-то деле к переезду куда-то в Европу. В 7 утра мы поехали сделать эту справку в Домодедово, потому что ребята живут в Домодедово. И меня послали в Домодедовской ветклинике, сказали, что, блядь, если ты прописана в Москве, дорогая, тебе нужно в Московской это делать. И мы из Домодедово едем обратно в Москву, там все заполняем и едем обратно в Домодедово. Вся дорога заняла 27 часов, мы останавливались несколько раз на заправке, а также для того, чтобы моя кошка смогла поесть, попить, сходить в туалет. С этим проблем не было вообще. От слова совсем. Я общалась с Женей Калинкиным на этот счет, что я очень переживаю, как же моя кошка будет себя вести, она очень нервная. Она вообще не переносит поездки на машине, она начинает драть переноску, очень громко кричать. Как-то так получилось, что она вела себя гораздо спокойнее, чем я. Она ходила в туалет, она пила воду, она ела, вообще никаких проблем. И однажды насрала на Настю. Саша прикалывался, что, типа, кожаные ублюдки. Вот этот меня везет, ладно. Вот этот, ладно, вот этот меня кормит. Вот это поет, а этот чё? Ладно, насру на нее. Ваша цель поездки? Туризм. Спойлер, трехдневная поездка на машине – это ад. Ты не можешь ни спать, ни вытянуть ноги. Саша говорил, что у него… А как ты говорил? Ноги у тебя? Костылики. Костылики. Реально жесть, блядь. Блядь, может, это реально, ну, типа, горит. Я думаю, что такой хуйни, ну, никто не придумает, блядь. А давайте, типа, память у нас будет гореть. Может, это аутомная станция какая-то? Да, я не знаю. Горит. Мы ехали без остановки двое суток. А нет, 26 часов. Надеюсь, мы успеем. Так можно? Я иду, я иду и смотрю в окно, а это барабанщик 20 токен. У меня сразу полностью подруг, и я потом… И сфоткаться можно, да? Ну, актер, да? Лешка. И уже машина уехала, можно там, а он всё так же стоит. А что, уехала без Лёши? Да. Короче, Настя говорит, Лёша, да сними ботиночки. А я боюсь. Лёша такой, я боюсь. Потом такой, да мне и так удобно. Мы приехали на границу с Казахстаном, и Лёша такой говорит, а он уже вот второй день говорит, что он хочет на Максавтрак. И он говорит, вот сейчас нас будут спрашивать, какая у вас цель визита, что вы сейчас планируете делать? Так, ну мы сейчас, значит, Казахстанай на Максавтрак. Завтра. А потом помыться и спать. Да, похоже на игрушечные деньги. На евро похоже, нет? На евро, да, немножко похоже. Не, больше похоже на рубли, на самом деле. Как будто до 1000 рублей. Всем офигенно, мне плохо, я хочу мыться, у меня очень болит спина, шея, и мне, типа, мне прям плохо. Моя первая нормальная, ну как нормальная еда? За... Видимо, я человек, которому нужно очень много личного пространства. Наверное, как и многим, я прям не могу, мне нужно побыть одной. И вот ребята сейчас ушли все за симками, и я такая... Прям мне нужно вот 5 минут вот этой вот передышки, чтобы я успела соскучиться по людям. И вот я уже соскучилась. Поела гостевых домов, гостиниц, квартир, ничего нет, ничего нет. Нет, мы в Казахстане сейчас находимся в городе Кастанай. Это город, где родилась Саша Кэт. Нет ничего, даже в ближайших поселках, то есть все забронировано, даже самое дерьмо, извините, все забронировано. Мы нашли гостевой дом Шалаш, который находится в 5 часах езды отсюда. Леша просто уже третьи сутки без сна. Но он спал сколько там? Часа три, наверное. И сейчас ему еще 5 часов передолить до этого гостевого дома. Но мы там зато сможем поспать и помыться. Я не мылась почти 4 дня. Мне так не нравится это дерьмо. А тут выбирать и не приходится, на самом деле. Вот смотрите вы на все это и думаете, блин, какая же она позитивная. Никаких отрицательных моментов. На самом деле дерьма было достаточно. Каждый день у нас появлялись новые проблемы. То проблемы с загранами, то проблемы с моей кошкой. Последний день я вовсе перепутала билеты и взяла их не на 5 октября, а на 5 ноября. Потом я повезла кошку в ветеринарку, потому что у нее заболел живот. И я думала, что я сойду с ума на самом деле. Я очень много плакала. Мне было очень грустно, потому что я скучала по дому. И в таких ситуациях важнее всего обратиться к психотерапевту. Благо он у меня был. Я постоянно на связи в телеграме со своим психотерапевтом. Могу в любое время ей позвонить. В какой-то момент я просто написала ей, Лина, это конец. И она такая, да, дорогая, мы можем с тобой созвониться на этой неделе. Поэтому сегодня я хочу вам в очередной раз посоветовать сервис онлайн психотерапии Ясно. Важный момент. Они запустили приложение, которое работает и на андроиде, и на iOS. Теперь вам будет гораздо удобнее проходить консультации со специалистом. А также саму анкету теперь вы тоже можете заполнить на сайте. Ясно, это первый и самый крупный сервис по подбору специалистов. В эпоху, когда все меняется, просто вот так вот по щелчку пальца, невозможно самостоятельно перестроиться. Поверьте, я не понаслышке знаю, каково это. На сайте есть также парные консультации. То есть, например, если вы уехали с молодым человеком или просто у вас с ним что-то не ладится, вы можете обратиться вместе. А по моему промокоду МАДРИД вы получаете скидку на первое занятие 20%. Окошко для промокода появится во время бронирования первой сессии. Поэтому, пожалуйста, не упустите эту возможность. Скачивайте приложение по ссылке, которую я оставляю для вас внизу. И приятного просмотра! Леша, расскажи, пожалуйста, вот самое главное, что ты видел на дороге, когда мы все спали, когда Леша уже был в пути 36 часов, что ты видел на дороге? Очень много галлюцинаций. Самые были прикольные и частые, это когда я видел либо рога на дороге, либо туалеты, короче. И я их взбивал. Можно чуть-чуть по кромче, пожалуйста? Сош, ну не нафиг! Неа, сейчас тут настроение пиздатое. Потом обязательно включи нас тайский бокс. Тэйский бокс, тэйский бокс, тэйский бокс, тэйский бокс. Бля, хочешь мем? Хочешь мем? Хочешь мем? Да. Я русский! Надо мной картонолит, слетает, он такой же, как и я. Да. Короче, друзья, мы опять едем по очень ужасной дороге. Скажи. Я не могу. Давай. Короче, это, а, видно, видно. Там ямы, темно, ни одной машины не видно, ни сги. Ни сги это что? Нихуя. Слова река ты не смотришь. Короче, мы едем вот так вот уже, наверное, часа полтора, и Леша говорит, такое ощущение, что мы как будто в космосе перемещаемся. Вечность не предел. В общем, обновление просто... А, нет, метели. Ты начала снимать? Да. Я начала снимать. Это чудо! И метель прошла. Короче, была метель лютая, прям, буря. Как фильм ужасов. И Леша такой говорит, это прям реально как в фильме ужасов, сейчас мы еще приедем в магазин, а там бабка такая. Уезжайте отсюда. Кто мне звонит, блядь? Ой, блядь. Бабка это звонит. Вау. Эта зуб, да? Ну, ты еще раз, да? Нормально едем. Ахахахахахаха. Вообще шикарная кошка. Прикиньте, она ждала, пока ее лоток дадут. она ждала мы заселились в дом вот так вот он выглядит вот такой вот у нас видок здесь есть качалка даже вау мангал и качели вот такие вот этот дом нам вышел в очень мило то какой угол в этот угол мне очень высоко страшно короче я мы грязные а нет я мы воняем он на ужин уже напыжился ребята ну слава богу мы здесь что находится в наборе автомобилисты он не пиздит про категорию сетка салфетки стерильные какая-то штука искусственное дыхание салфетки салфетки что нужно когда ты попал в аварию блять салфетки и бинты у тебя нет руки что мне надо перевяжу-ка я займу руку давай я раскручу давайте мы придумаем чисто ты просыпаешься там какой-то 10 метров учили завтрак мама шила мне штаны из березовой коры чтобы папа не болела не кусали комары лёша у нас ищет куда положить вино что ты делаешь упаковываю то есть консервирую вещи офигеть ребята очень красиво я еще заплачу здесь очень красиво смотрите какие животные тут посмотрите коты собаки куча зверей просто все мы едем дальше ура вот такая вот еда впервые за три дня мы едим нормальную еду сметана лук хлеб и так мы остановились немножечко для того чтобы взять еды мы купили всяких сэндвичи пикников энергетиков вот и мы остановились едем уже в алматы уехать еще 16 часов вот ну нормально приедем скоро через 16 часов а знаешь где мы где сэндвич очень вкусный там и курица свежая и соус такой майонезный прям как говорится и мед пиздатый и оладики охуительные да колпачок колпачок уже подтекает немножко мы короче едем уже четвертый день мы выехали 26 а не мы выехали 25 сегодня 29 какой 29 не пугай а реально 29 да мы едем четыре дня чердаки стали жиденькие 10 яиц оставил в холодильнике перед ответным бля приеду когда туда там будет 10 сука птиц бля я еду за машинами пляща скриню себе попку прямо о е это полиция это чё это полиция я дам короче он сначала требовал 20 тысяч рублей а кепку то отдал ноги просто костыли бля ребята ищут где посрась хорошо я поняла уже ребята мы видим горы вон они я просто тот самый человек из мегаполиса который никогда в жизни не видел горы короче мы не можем найти дом время где-то 6 вечера мы где-то с трех часов дня просто ищем квартиры звоним во все квартиры подряд никто типа уже не сдает все занято мы не отчаиваемся у нас есть машина алеша нашел нам отель мы не поедем мы идем в ланджоу кушать вкусную лапшу и мы все еще бомжи нам принесли вот такую вот лапшу и сказали это из комбо вашего в котором вот шесть позиции это одно из шести маки хорошо мы закупились на 500 рублей нам еще забыли принести пампушки офигеть включите свет смотри вот это все смотри ситуация следующая мы весь день мы приехали получается где-то в три часа девять часов мы искали квартиру мы объездили две квартиры в одной сказали что русских не заселяют заселяют только казахов короче она нам очень понравилось очень сильно прям квартира чисто для того чтобы нам снимать видео офигенные фоны две раздельные комнаты вот прям как нам надо с отдельными дверьми то есть нет такого что кто-то будет спать да в общей зоне и очень красивые диваны нам сказали с животными точно нет а у меня кошка еще есть вторая но в ней резали барана и нам это и нам это не очень понравилось там прям воняет бараном он лежал на полу и его прям стругали вот так вот показали нашу ютубу она это потом посмотрит их дети но это не это не скоро будет короче да и она мне очень понравилась мы очень надеемся на первую квартиру пока заселились вот в такой вот хостел за получается три тысячи сутки на четверых нормально это отель а не хостел ну сколько можно отель хостел это когда ты живешь да я знаю нет не не правда бывают хостелы где и вот такие вот он выглядит, посмотри как он выглядит, говорит посмотри х-ха-ха ОН выглядит, говорит посмотри как О-о어� Доброе утро настя сейчас такая говорит плять, а прикиньте в этой квартире в которую вчера бараны на кухне резали доброе утро насти сейчас такая говорит блять и прикиньте в этой квартире в которой вчера бараны на кухне резали в этой же ванне они его и мыли это полный угар у нас комбо из четырех человек мы разговариваем с арендодателями у нас у всех какие-то проблемы у меня кот у саши заикание настя как будто 14-летний ребенок разговаривает а лёша okr-щик и мы угораем типа насти такая привет прикольно потом лёша так подождите отходите на безопасное методное расстояние можете пленок четыре раза и три раза постучать по двери не подходите ко мне и саша можно снять 2 можно снять 2 кого снять молодой человек готов китов куриц может купить или кисель для сварить а пришли в заведение значит вот пришли в заведение заведение 21 плюс на завтрак я не проснулась мальчики пошли вдвоем принесли нам какие-то чизкейки булочки со шпинатом не хочется булочки со шпинатом есть я уже от булок на меня от булок уже получит так на завтрак мы пришли все уже поели я такая типа я наверно не буду есть настя мне говорит тут яичница я такая куда идти у саши остеохондроз у него болит шея и он не может вообще поворачивать шеи только всем туловищем он пока это наконец-то я помылась нормально и накрасилась впервые за неделю что мы будем сегодня делать мне нужно купить лоток мы же оставили кота мои подписчицы на пару дней пока мы не найдем бля как мне эти булки смущают это конечно просто я куплю лоток джизико точнее мы называем уже моего кота булби просто пошло так булбик а полное имя булбисон в 6 часов мы должны быть в квартире которую мы почти сняли нам нужно подписать документы все ауф еще будет еще будет итак пошел шампунь проверяем ну просто депутатская машина короче у нас горит машина мы закупили макдак и сейчас пойдем скорее всего в баню новости очень хорошие мы сняли квартиру надеемся что это квартира собственников а нас не вписали те кто просто там снимает квартиру мы пришли в сауну и здесь есть вот такая вот комната комната для секса тут короче космос на небе так сейчас я его активирую на небе на потолке космос на потолке и пепелица и салфетки покурил вытер бибу и снова завтра и снова завтрак так всем доброе утро сегодня третий день как мы просыпаемся в этом отеле третий завтрак так сказать да сегодня очень хочется старбакс поэтому я не могу себе отказать в своих желаниях очень надо маленькая информейшн курилок много и стоят они все 600 рублей примерно я купила себе эльфбар за 600 рублей 5500 тенге сейчас будем пробовать это вкус голубая сладкая вата вот такой вот у меня дизайн такой дизайн сейчас будем пробовать ну так себе не знаю сухая какая-то мне не нравится вот текстура дыма совсем не та которая привычная но зато накуривает ладно из-за того что зарплата в казахстане ниже чем в россии кофе в старбаксе здесь стоит максимум 150 рублей а еда максимум 200 вот например булгур с курицей который в москве стоил 500 рублей здесь стоит 178 я жила этого момента 5 дней лиза да я ванильный блонды роуст мягкая обжарка пирожное вот такая вот пирожное я карамельное ореховое мажет плавит едем сейчас в мегу с постельным бельем вообще посмотреть какие там есть магазины постельное белье мы не нашли но зато я нашла тимберленды себе куплю как-нибудь потом попозже саша взял себе на обед плов в коробочке плов в коробочке ёбнишься the next day я хочу вам продемонстрировать три типа людей первый тип я второй тип саня третий тип бутербродный алексей извините кто последний мы короче угораем общаемся сейчас с Настей такие блин ну карточка по-любому нужна банковская потому что очень неудобно с наличкой постоянно ходить вот этой вот да что ходить с ней месяц или два Настя говорит ну да если бы это были евро например я такая да если бы были евро у нас была бы одна бумажка сто евро все а здесь вот такая вот кипа кипа бумажная конечно мы ничего не смогли оформить потому что у ребят у наших нет загранпаспортов загранпаспорт есть только у меня сейчас саша пришел домой и подарил мне вот такой букетик спасибо а сегодня у нас день заселения в квартиру перед этим я мы просто на самом деле устали сидеть дома Леша с Настей что-то постоянно дома тухнут мы так не можем нам плохо дома и мы идем в золотое яблоко я хочу купить себе шампунь потому что я все это время мыла с Лешиным шампунем а он какой-то странный я хочу купить шампунь и Vivienne Sabo посмотреть тушь сколько она здесь стоит мои любимые духи манталь манталь они тут стоят 12 тысяч рублей а в Москве по-моему 20 с чем-то какие зарплаты такие цены я понимаю очень позитивная прическа мистер бакс жизнь плохая я закупила в золотом яблоке пилка чтобы пилить Сашин коготь тушь Vivienne Sabo Матрикс шампунь это все вышло 900 рублей время переезда там в квартире в которой мы заселяемся там был дед в прошлый раз и еще было много всяких нюансов например царапина на стенах недостаточно хорошо покрашены стены кладовка которая нужна еще жильцам предыдущим и они сказали что они пока что ее закроют на время и Саша говорит ну блин представляете мы сейчас таки заходим они говорят все ребят все сделал как вы просили все отбелил все покрасил кровать поставили только деда девать некуда мы уже сняли квартиру пришли в пиццерию поесть я вам не показала квартиру потому что мне она не нравится закупились короче мы вызвали клининг сейчас когда отмоют козявки открывать ее смогу вам показать наш дом мне немножко стало грустно потому что у меня котик у подписчица и завтра я улетаю и думали мы все что мы сегодня сможем его забрать уже сюда а завтра приедут хозяева забирать ковры чистить их потом привезут кровать в комнату поэтому у вас сегодня без бубика и я расстроилась ту которую мы купили за 5000 и которую мне подарил Митя ага и еще и еще и еще сковородку сковородка влезет все да? это сам 41 ну мы начали убираться в квартире в общем потому что там было очень грязно диваны такие уже были засаленные в общем неприятные какие-то мы вызвали супер клининг чтобы очистить все доброе утро как-то грустно вот здесь мы сегодня спали стирали вещи живем на втором этаже короче полный трэш сейчас надо пойти и приготовить завтрак потому что ребята поехали за моим котиком вот такая вот у нас кухня ну вообще неплохо на самом деле для данной нынешней ситуации потому что мы не могли найти вообще ничего квартиры стоят семьдесят тысяч восемьдесят тысяч которые выглядят очень плохо это еще хороший вариант ванная такая ну такая знаете совсем не как у меня дома короче стиралка есть и вот еще комната здесь будет кровать уже завтра или сегодня и тут мы будем спать с Сашей и вот еще одна комната Леша с Настей ой что вы вообще знаете о перекусе таксиста блять вот теперь вы знаете все вот на таком вот художном настроении сегодня еду еще кое-куда и вас ждет еще один влог вкусно да бубик бубик приехал может ты туалет сразу поставишь списать хочешь давай привет это моя комната ты сюда не будешь заходить больше а куда его ставить то в туалет вот сюда можно а че такое че такое в смысле а что он же говорил лоток будет у вас в комнате потому что он не может всем спасибо большое за просмотр этого видео ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал и ждите новых крутых видосов до новых встреч